как известно в прибалтике любят отмечать день памяти жертв коммунистического геноцида настолько любят что делают это два раза в год 14 июня и 25 марта то есть геноцидов тоже вроде как было два сначала сталин организовал депортацию антисоветских элементов накануне начала великой отечественной войны а через восемь лет снова сослал сибирь часть населения литвы латвии и эстонии в общем геноцидил прибалтику целенаправленно и методично правда результата не добился ну что это за геноцид после которого численность населения растет то ли сталин был профаном то ли литовцы латыши и эстонцы проявили чудеса сопротивления а может просто не было никакого геноцида примечательно что раньше в латвии отмечали день памяти жертв коммунистического террора слово террор в девяносто восьмом году заменили на слово геноцид не депутаты сейма не президент улманис который утвердил поправки к закону в дебри и лексикологии не углублялись геноцид звучит лучше и не важно что у этого термина есть конкретное значение которое зафиксировано в конвенции оон о предупреждении преступления геноцида и наказание за него действия совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную этническую расовую или религиозную группу как таковую вот что такое геноцид это определение было имплементировано и в литовское законодательство но с небольшими изменениями уничтожение всех либо части людей принадлежащих какой-либо национальной этнической расовой религиозной социальной или политической группы то есть групп стало больше появилось больше возможностей для обвинения советского союза в самом страшном преступлении даже если сталинские депортации были политическими акциями с точки зрения официального вильнюса их все равно можно называть геноцидом на международном уровне такое не прокатывает поэтому здесь литва действует немного иначе не лишним будет вспомнить дело бывшего сотрудника кгб станислава садрилинга со прибалтийской республики его признали виновником геноцида за участие в задержании командира лесных братьев адольфоса романа узкая саванагаса дреллинга с был не согласен дело дошло до европейского суда по правам человека и литве нужно было аргументировать почему отставной кгбшник виновен именно в геноциде романа узкоса задержали впоследствии расстреляли как врага советской власти то есть по политическим мотивам на этом акцентировала внимание защита дреллинга со а литовская сторона доказывала и в итоге сумела убедить суд в том что лесные братья были важной составляющей нации так сказать элита люди первого сорта совсем не ровня их второсортным жертвам существует довольно обширная база жертв националистического террора много интересных материалов на этот счет есть в ежедневных сводках соответствующих советских органов которые частично опубликованы они лежат и в российских и в литовских архивах выясняется что среди жертв было большое количество именно мирных жителей отнюдь не вооруженных и не связанных с красной армией или органами госбезопасности отмечает историк владимир семендей позвольте а уничтожение мирных жителей литовской сср это не геноцид ну конечно нет ведь романаускас его товарищи убивали каких-то никчемных гомосоветикус of людей которые не были важной составляющей нации вот только интересно кто в литве уполномочен определять ценность человеческого материала у вас никаких аналогий не возникает по моему чем-то подобным свое время занимался один австрийский художник тот самый которого признали величайшим преступником в истории человечества